МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кормить птиц или есть хлеб самому – решать вам. Ведь практически на каждой набережной города Красноярска обитают десятки прикормленных уток, в котором жители и гости города приходят в гости. Мы гуляем, обязательно покупаем хлеб или крупу и кормим птиц. Здесь очень удобно подойти к птицам. И очень много голубей, и уток, и синичек, все голодные. Речные утки – не единственные контактные животные, к которым тянутся люди. Известно, что дельфины и собаки помогают детям бороться с аутизмом, синдромом Дауна и расстройством нервной системы. Но чем могут быть полезны птицы и почему к ним так тянутся люди? Наша жизнь насыщена какими-то стрессами. Это агрессивная реклама, может быть, на работе мало времени, много дел и так далее. Сбит вот этот естественный ритм природного человека. Тревожность излишняя, может быть, у человека. А есть птички-канарейки. Когда мы их видим, у человека возникают такие чувства заботы. Это же маленькие создания, за которыми надо ухаживать. Человек сразу переключается с агрессией, с какого-то негатива на позитив. В одном из красноярских салонов красоты также поселились два попугая. Гарсон и Чип. Один спасся от соседа кота, а другой прилетел за компанию. Для Чипа даже ввели новую должность. Все на них адекватно реагируют, и всем они доставляют удовольствие в общении. Они у нас понятны, как соловьи. Красиво очень. А Чип может даже помочь психологически. Нашиптать на ушко. Попугаи помогают людям отвлечься и, конечно, воспитать в себе чувство заботы о ком-то другом. Однако не вредно ли такое общение самим животным? Ведь им нужен особый уход и покой. Если это какое-то общественное место, то это должно быть место, где ему будет комфортно. Не должно быть сквозняков ни в коем случае. Стресс может словить, если, допустим, слишком много народу, и все мимо ходят, руками дергают как-то, то птица на это реагирует. В наших случаях к животным относятся бережно и с уважением. Также у каждого из меньших братьев все-таки есть один хозяин, который за ним ухаживает. Избавляйтесь от стрессов правильно вместе с первым краевым.